Добрый день, друзья! С вами Наталья Стародукцева. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня предлагаю поговорить нам с вами о бустерах. Косметическое средство, которое называется бустер. Давайте же с вами разберем вообще для чего они существуют, что это такое, как их применять. Сейчас покажу. Вот такие маленькие флакончики. Бустеры, они называются бустерами. Вообще это не новинка, далеко не новинка на косметическом рынке, потому что вообще они существуют лет 7-8, это точно. Когда не было бустеров в Арифлейм, я покупала себе бустеры Клоранс. От Клоранс, вот у меня остался последний, как раз он уже тут заканчивается. Чуть-чуть в нем жидкости. И года 3, это точно, я пользуюсь этими бустерами. А именно в магазине я их приобрела, и мне они очень понравились. Тогда это еще была новинка. Я пользуюсь ими, добавляю в крем. Так вот, это у нас не новинка на рынке косметологии. Пришли они, эти бустеры, к нам. Опять же таки, все самое новое у нас приходит из азиатского ухода за лицом. То есть азиатские девушки-женщины, они продвинуты, и они используют уже эти бустеры давным-давно. К нам они потихонечку в Россию приходят. Либо вот от косметических люксовых брендов в магазинах, таких как Элитуали и Ривгош, либо через сетевые компании. Например, как вот эти три бустера, они у меня куплены в каталоге Арифлейм. Они вышли не так давно. Арифлейм они с 10-го каталога. То есть где-то летом этого года они появились на как раз страницах каталога. Что же такое бустер? Бустер – это усилитель. Если вот его просто и легко перевести, это усилитель. То есть усилитель чего? Какого-то косметического продукта он усиливает его. Это очень концентрированное средство, высокой концентрации. Объем у них очень маленький. Всего 15 мл. Представляете, это очень высококонцентрированный продукт. Вот 15 мл. Вот могу вам даже показать на камеру. 15 мл. Вот такие маленькие они, совершенно маленькие. Здесь они идут, например, с пипеточкой. Мы выдавливаем благодаря пипеточке. У Клоранс нету пипеточки. У нее вот такой вот кончик, пипочка. И когда мы, я сейчас покажу, как они выглядят, бустеры все разные. Каждый косметический бренд создает свои бустеры. И по густоте, скажем, гуще жижи. Но концентрация везде у бустеров, она высокая. Здесь нужно по-другому маленькому действует. Что еще хочу сказать. Мы привыкли, что у нас сыворотки. Сыворотки высококонцентрированные. А бустер идет еще более концентрированный. То есть, если сыворотку мы 30 мл. Например, вот эта сыворотка у меня, экологен, 30 мл. Обычный объем сыворотки 30 мл. То бустеры – это маленькие малыши. Маленькие малыши, 15 мл всего. Но очень концентрированные. Здесь они, продукт очень концентрированный. И как же применять бустеры? Обычно их применяют, добавляя в продукт, в тот же крем. Самое простое – это добавить бустер в дневной или ночной крем. То есть, то, что вы хотите усилить. Все производители, они, как правило, говорят, что все бустеры идут для усиления крема. Усиливаем крем. Но бустеры также можно и использовать, усиливая действие самой сыворотки. Добавлять в сыворотку. Выдавили сыворотку и капнули бустер в нее. Можно также применять бустеры на сыворотку, на маску можно добавлять ее. Но не весь объем, например, как взяли, вот, например, крем, открыли банку и туда добавили. То есть, полностью вот сюда. Нет. Взяли определенное количество, например, крема. Достали и выдавили капельку бустера. Бустеры имеют свое направление, то есть, направленного действия. Это могут быть питательные бустеры, могут быть энергетические и регенерирующие бустеры. То есть, направленного действия. Применять можно абсолютно всем, любого возраста. Единственное ограничение, девчата, если у вас чувствительная кожа, то необходимо обязательно проверить любой бустер в любой компании на чувствительность. То есть, не наносим сразу на кожу, а на руке протестировать. Если у вас будет какая-то реакция, если кожа чувствительная, то тогда, ну, как бы уже сами регулируйте, как вы будете применять, будете ли вы вообще им пользоваться. Потому что, я еще раз повторю, высокая концентрация питательных всяких веществ идет. Либо не будете. А так они абсолютно для всех. Абсолютно подходят для любого типа кожи, для любого возраста. Начиная даже можно где-то лет с 20. То есть, они направленного действия. Например, вот этот бустер у меня. У меня были все три бустера от Clorance. Я их один заканчивала, например, начинала второй. Там у них синий регенерирующий. Зеленый был Detox. И вот этот Energy. То есть, это витаминный заряд такой. Я витаминизировала свою кожу. Здесь точно так же. В Oriflame у нас точно так же. Все три разных. Желтый у нас идет энергия витаминов. Красный у нас идет. Ну, такой, он не красный. Скажем так, сиренево-малиновый. Ну, кто как цвета называет. Это у нас идет питание для кожи. И зелененький вот этот идет как раз-таки Detox. Регенерация, восстановление кожи. Да, Detox это насыщение кислородом. То есть, для обезвоженной кожи хорошо подходит. Итак, давайте мы с вами их протестируем. Посмотрим, какая же у них концентрация. Итак, давайте выдавливаем. Например, возьмем у Oriflame. Вот такая вот пипочка. Видите? Маленький пузыречек. Вот так вот я сейчас выпустила. Набираем пипеточкой. Достаточно одной-двух капель. Вот смотрите. Вот я поближе поднесу вам руку. Смотрите, какой он густой. Видите? А в Oriflame бустеры густые. Густые, очень концентрированные. Вот еле-еле у меня капелька выпала. И она не стекает. Видите, как тяжело. Тяжело капелька пошла. И все. Мы ее добавляем в крем. Можем в сыворотку добавить. То есть усилим действие сыворотки. И наносим на лицо. Сразу скажу, что в некоторых брендах, в некоторых люксовых брендах, есть бустеры, которые наносятся непосредственно на лицо. Можно. А в основном нужно обязательно читать инструкцию к бустерам, где написано, что, как правило, в 90% бустеры не наносятся прямо на лицо. Потому что это концентрированный продукт. Его добавляют в крем. В крем добавляют. Так он легко разносится. Ну, в принципе, можете протестировать и нанести на лицо. Но обязательно потом крем. Обязательно. Как самостоятельный продукт бустер не используется. Он не заменяет нам крем. Если, например, мы можем пользоваться, не пользоваться сывороткой, но кремом мы всегда пользуемся. Так вот этот продукт бустер не заменяет. Бустер невозможно использовать вместо крема. Только вместе на пару. Вместе на пару можно. Можно сделать вот так. Тройное. Сыворотка, бустер, потом крем. Без крема бустеры не используются. Девчата, это очень важно. Они не заменяют. Это просто дополнительный уход. Он идет как усиление. Усиливает действие какого-то косметического продукта. Ну и давайте я вам покажу, как отличается, например, бустер от Clorans. Он жиденький. Мы его открываем. Жиденький. Он такой жидкость. Я не знаю, видно. Вот она. Видите? У меня маленечко уже осталось его. Переворачиваем. И нажимаем сверху. Вот здесь вот на беленькую нажимаем сверху. И капелька. Он очень... Он такой жиденький. Видите? Видите, как потек он сразу? Его тоже мы наносим в крем. Добавляем в крем. И все. И он усиливает действие крема. То есть, чем они удобны? Можете ими постоянно пользоваться. Никакой зависимости у кожи не будет. То есть, пока вы пользуетесь бустерами, вы решаете определенную проблему на своей коже. Это все косметологи так говорят. Перестали вы пользоваться бустерами. Все. Никакого привыкания у кожи нет. Начали опять, например, после загара, например, можно, да, вот после солнечных санаций, например, после... Ну, я говорю, когда вот жаркий климат, там переезжаем, вот чтобы не было никакого дискомфорта на коже. Подпитать ее, увлажнить, добавить энергии, витаминов. То есть, вот это наши помощники-бустеры. Это прежде всего дополнительный уход, точно так же, как и сыворотка. Это дополнительный уход у нас. Дополнительный уход к основному. К основному уходу нашему. Итак, в завершении мы с вами познакомились с бустерами, которые представлены в каталогах, в каталогах компании Арифлейм. И здесь написано, что добавляем в крем бустеры для лица. Три разных бустера обязательно добавляем в крем. Но я точно так же рекомендую вам добавлять в сыворотку, усиливать сыворотку, потому что сыворотка хоть и концентрированный продукт, но он по сравнению с бустерами, он менее, получается, концентрированный. Самый концентрированный у нас продукт с вами на сегодняшний день в ритуалах нашей красоты с вами ухода за кожей лица – это бустеры. Я говорю, я ими пользуюсь уже три года. Вот у меня наглядный пример. Это бустеры были от Clorans. И сейчас они у меня также заканчиваются потихонечку. И вот эти я чередую. И его надолго, очень надолго хватает, девчата, потому что всего нужно одну капельку. Ну и, в принципе, можете не каждый день вообще использовать его по мере необходимости. То тогда бутылечек растянется на год. Это точно. Если, например, раз в неделю добавлять в крем или в сыворотку, можно каждый день. То есть я сама, например, когда каждый день под ночной крем добавляю в сыворотку, когда через день, когда там раз в неделю. Ну, то есть я смотрю по своему состоянию, по своей коже и добавляю разные. Вот я их чередую. У меня их четыре. Я их чередую. Так ухаживаю за своей кожей с маленькими помощниками. Это маленькие мои палочки-выручалочки. Это бустеры для лица. Да, поэтому я давно с ними знакома. Мне они очень нравятся. Ну и вот теперь купила и в Reflame бустеры. У меня на сегодня все. Если я вам помогла узнать более подробную информацию, что же за зверь такой в косметике бустер, что это не детское кресло, в котором перевозят детей, а это косметический продукт. Причем, скажем, такой волшебник на сегодняшний день. Это очень концентрированный продукт. Решает определенные проблемы нашей кожи. И можно пользоваться ими абсолютно всем. Любого возраста, любой тип кожи, но с осторожностью чувствительная кожа. Надеюсь, я вам помогла узнать много интересного о этих маленьких помощниках. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте в комментариях. Напишите обязательно в комментариях, есть ли в вашем арсенале в уходе за кожей лица эти маленькие помощники. Пользуетесь ли вы вообще бустерами, знакомы ли вы с ними. Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Я делюсь с вами своими лайфхаками по уходу за кожей лица. Показываю, чем пользуюсь я. Поэтому до новых встреч, до новых полезных обзоров, знакомств. Пока-пока. Будьте красивы. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...